на горах кавказа беседа двух старцев пустынников схемонах иларион домрачел глава 25 что такое духовный мир душа наша есть малейшая часть духовного мира входя в нее и собирая сюда все силы человек входит в духовный мир это подобно тому как если бы кто пожелал увидеть глубины моря то ему нужно погрузиться в него для этого несомненно требуется остро зоркое зрение мир духовный мы обыкновенно представляем себе на границах мира вещественного за пределами неба звездного в бесконечно отдаленном пространстве куда око смертного не досягает где мысль ума нашего теряется и исчезает и потому мы спрашиваем кто взойдет на небо чтобы христа или ангела или праведника свести на землю кто снидет бездну чтобы от мертвых возвести усопших наших родителей или братья или друзей или благодетелей но что есть небо в котором живут духи бесплотные святые божие и сам бог обитает своею славою это есть небо превыше небес а потому за пределами всего видимого оно есть небо небес а потому наполняет собою и небо звездное оно есть и небо на земле ибо земля есть подножие ног господа живущего на небеси и так небо духовное со своими блаженными небожителями повсюду точно так же как небо видимое повсюду и у нас и во всех странах мира оттого мы повсюду можем прибегать молитвах к ангелам святым божием оттого везде небесные силы и праведники могут помогать нам что есть мир духовный невидимы но для изъяснения спросим прежде что такое мир физически видимы есть говорим мы образ мира духовного невидимого где же этот видимый мир существует повсюду мы не назначаем ему места и пределов он окружает нас со всех сторон а посему и мир духовный как первообраз мира чувственного есть повсюду он также недалек от нас также объемлет и облежит нас не живем ли и мы и теперь сколько-нибудь по крайней мере жизнью общую в мире духовном что есть человек его мы обыкновенно называем малым миром сокращением мира видимого и духовного душа проникает и оживляет тело а тело покрывает и ограждает душу так можно сказать сочетоваются и сочлениваются между собою и два великие мира духовный и физический если же недалек от нас наш мир малый духовный то есть наша душа и великий мир духовный своими жителями близ нас душа наше существом своим действительно пребывает в мире духовном хотя соединена с телом ее дух не камень не растение не другое какое-либо вещество ее мысли желания и чувствования не суть также свойства духовного можно сказать что наша душа также есть малейшая . мира духовного как наша земля есть малейшая песчинка мира физического земля вращается на горизонте неба звездного где все это где мы где мир духовный где небо с блаженными праведниками боже мой что узрели бы мы если бы в сию минуту открылись наши духовные очи если бы пред нами разверзлась небо невидимого мира мы увидели бы сына человеческого сидящего одесную силы божией сон мы ангелов воспевающих славу богу и над нами восходящих и нисходящих лики святых божиих пред престолом агнца из всех племен и колен и народов и языков многие из святых людей в земной жизни прозирали у мир невидимый вы знаете где и как удостоились созерцать мир духовный с небожителями вифлеемские пастыри христовые апостолы святой андрей еродивый богоносный серьги и другие чистое сердцем зрящие бога невидимого а в нем и весь мир невидимый почему же мы никогда не видим мира небесного с его жителями и почему мы в мрачной темнице или в слепоте не видим над собою небо солнцем и звездами не в таком ли мы теперь состоянии по отношению к миру духовному справедливо он называется невидимым он закрыт от нас тремя завесами первая завеса мир вещественный это повязка или как бы скорлупа мира духовного вторая завеса тело наше водворяясь в теле говорит апостол мы отходим от господа от ангелов и праведников совершенных третья завеса наша чувственность завеса самая мрачная она составлена из грубейшей самой нечистой тройной ткани похоти плоти похоти очей и гордости житейской и так чтобы узреть нам мир невидимый и святых жителей его надобно расторгнуть сии три завесы первое расторгается и очиститься огнем в последний день времени вторая раздирается и истлевает во гробе третью мы всегда и везде при благодати божией можем и должны раздирать и совсем отметать как негодную ветхость нашего ветхого адама значит мир духовный сокрыт от нас только до времени мы сами закрываем его от себя плотскими похотями и греховными делами от того всегда представляется что мы одни во храме или дома одни в темноте ночной и грешим спокойно как будто нас никто не видит устадимся своих злых помыслов и всяких грехов устрашимся бога всевидящего устадимся праведников и блаженных человеков они невидимо окружают нас и стоят над нами и пред нами во всякое время и на всяком месте пути и праведных подобно свету светятся предходят нам просвещают нас донди же исправиться минута день год нашей жизни и вся наша жизнь благословен отец светл просвещающий сынов православной церкви светлыми путями небесных и земных праведников православной церкви